ВОЕННАЯ МУЗИКА История современной военно-оркестровой службы берет свое начало 14 января 1921 года. В этот день было сформировано Бюро военных оркестров Красной армии и флота. На излете гражданской войны командование решило навести порядок в разрозненных структурах, имевших отношение к военной музыке, привести творческий и организационный хаос того времени к армейской четкости. Были утверждены штаты, регламенты, а также налажено централизованное снабжение военных оркестров музыкальными инструментами и нотной литературой. В 22-м году Первомайский парад на Красной площади впервые сопровождал сводный военный оркестр численностью более тысячи человек. Одним из первых руководителей новой структуры стал Семен Чернецкий. Выдающийся композитор, дирижер и педагог, он возглавлял оркестровую службу больше 20 лет, в самые сложные годы. Наладил подготовку кадров, развил существовавшие и открыл новые профильные школы. В их числе и нынешнее Московское военно-музыкальное училище, воспитанники которого – любимцы публики и постоянные участники парад. Сейчас попасть в училище непросто, а в 30-х многие военно-музыкальные школы вынуждены были выполнять и социальную функцию. В них набирали беспризорников, оставшихся без родителей в Гражданскую, а потом и в Великую Отечественную. Музыка становилась для подростков спасением. 28 ноября 1935 года в Московской консерватории был создан военный факультет. Капельмейстеров, наконец, стали готовить по единой программе. Позже факультет не раз будет переходить из одной структуры в другую, но и по сей день учиться здесь почетно. Среди выпускников – лучшие военные дирижеры страны и мира. Музыка сопровождала бойцов все тяжелые четыре года Великой Отечественной. С формированием каждой новой части, отправлявшейся на фронт, в строй вставал и новый оркестр. В сопровождении легендарного парада 7 ноября 1941-го участвовали сразу восемь коллективов. Музыка Дирижировал Василий Агапкин, автор «Прощание славянки». Помимо нее исполняли марш «Парад» Семена Чернецкого. Ленинградскую симфонию в 1942-м в блокадном городе исполнил оркестр, в котором было немало военных музыкантов. Их даже возвращали с фронта, чтобы выступление состоялось. Бывало и наоборот. Многие капельмейстеры оставляли свою профессию и сражались во главе боевых частей и подразделений. Так 14-м гвардейским воздушно-десантным, а затем 26-м гвардейским стрелковым полками командовал Николай Назаров. Через много лет после войны он возглавит военно-оркестровую службу. На всех фронтах, на суше, на море, под водой и даже в воздухе музыка не оставляла людей, сражавшихся за свою родину. Она поднимала боевой дух, звала в атаку, утешала, вместе со всеми скорбела по погибшим и праздновала каждый отбитый у врага город, внося свой вклад в разгром нацизма. Музыкальным сопровождением Парада Победы руководил Семен Чернецкий. Сводный военный оркестр насчитывал 1313 человек, участвовали 53 военных капельмейстера. Репертуар включал в себя 36 произведений. И для всей огромной страны это была лучшая музыка. После войны капельмейстеров официально переименовали в военных дирижеров. В округах из-за масштабного передислоцирования войск создавали свои оркестровые службы. Союзную возглавил Иван Петров. Это им восхитился Шостакович, услышавший собственную седьмую симфонию в исполнении Духового оркестра под управлением Ивана Петрова. Композитор был потрясен тонкой и точной передачей всех нюансов. Мастерство музыкантов после войны вышло на первый план. Стали регулярно проводиться смотры-конкурсы примерно раз в 10 лет. Самый масштабный в 70-м году. Традиция соблюдается и сейчас. В советской стране военные оркестры обеспечивали не только парады, встречи иностранных делегаций и другие официальные мероприятия. Музыканты в погонах всегда много выступали в городских парках и на других гражданских площадках. А в отдаленных гарнизонах и вовсе были единственным проводником музыкального искусства. Вышли и на мировой уровень. В 80-м сводный военный оркестр открывал Московскую Олимпиаду. Дирижировал Николай Михайлов. После распада Советского Союза изменилось многое. Гимн, государственные церемонии, воинские ритуалы – все, что составляло идентичность страны. Не изменились выучка военных музыкантов, их профессионализм и верность традициям. Что-то адаптировали, что-то создали с нуля. В непростые 90-е военно-оркестровую службу возглавил Виктор Афанасьев. Военная музыка в Новой России окончательно вышла за рамки прикладной и сопровождающей и стала отдельным и любимым многими жанрам. Больше творчества, больше концертов и гастролей, встреч с коллегами из других стран. Российские военные музыканты стали постоянными участниками фестивалей за границей. Международные смотры военных оркестров стали проходить и в нашей стране, причем не только в столицах. Хабаровск и Сахалин, Благовещенск и Кызыл, Тула, Казань, Тамбов – везде публика восторженно встречает артистов. В 2007 году на Красной площади состоялся первый фестиваль «Спасская башня». Этот праздник, ставший ежегодным, вывел популярность военной музыки на новый уровень. Услышать ее и увидеть яркие и оригинальные выступления оркестров могут десятки тысяч зрителей на трибунах и миллионы в телетрансляции. Одним из основателей фестиваля стал Валерий Халилов. За 14 лет под стенами Кремля выступили 160 коллективов из 55 стран. «Спасская башня» уверенно входит в тройку лучших военно-музыкальных фестивалей мира и продолжает ломать стереотипы и расширять представление о том, на что способны артисты в погонах. Военно-оркестровая служба сегодня – это более 220 оркестров соединений, воинских частей и организаций. Без музыкантов невозможно представить ни одну официальную церемонию, ни одно масштабное мероприятие в России. Военная музыка звучит на чемпионатах и олимпиадах, армейских играх и форумах и в мирное время не теряет огромной силы своего художественного воздействия. С 2016 года военно-оркестровую службу возглавляет Тимофей Маякин. Военная музыка сама по себе парадокс, ведь армия – это устав, а музыка – это всегда свобода. Сохраняя свободу в рамках устава, музыканты чтут традиции и открывают новое. Владея универсальным, понятным для всех языком, люди в погонах становятся послами мира. Оркестры не в силах остановить войну, но они способны сделать очень многое, чтобы она не началась. Военным музыкантам слава! Военным дирижерам слава! Тимофей Маякин С 8 С 7 С 8 С 8 С 8 С 10 1 С 9 Composка